МОРТКА МАРЦЕН Викинг Таппи и подушка для волшебных снов Любимым местом олененка Триши и других обитателей леса была полянка у подножия дуба батюшки Друзья устраивались поудобнее среди корней старого дерева и болтали безумолку, загадывали загадки, играли в шарады и придумывали разные увлекательные истории Лидировал в этом деле Клык, узнавший много страшилок А вы слышали о духах с хлюпающих болот? Говорят, что они летают над водой в тумане и пугают заблудившихся путников А еще они ужасно воют, вот так И при этом он поднял лапки и завел так громко, как только волки умеют Триша даже вздрогнул и пообещал себе, что ни за что на свете не отправится на хлюпающие болота Олененок вернулся под вечер в избушку задумчивый и даже немного расстроенный Он улегся в теплую кроватку, но сон почему-то все не шел Триша вертелся и вздыхал, пока викинг Тапи, читавший большую энциклобедию о великанах и троллях, посмотрел на него повнимательнее «Что случилось, Триша?» – обеспокоенно спросил он «Не можешь уснуть? Может быть, у тебя что-то болит?» «Все в порядке!» – прошептал олененок «Послушай, Тапи, неужели ты ничего не боишься?» «Нисколько!» «Даже ночью?» «Мне иногда кажется, что даже под кроватью живет монстр, который только и ждет, чтобы я высунулся из-под одеяла» «Ты не задумывался, сколько вокруг опасностей?» «Нет!» – засмеялся Тапи «У меня же есть моя подушечка!» И он показал другу свою любимую подушку Зеленую, словно шепчущий лес И такую же теплую «Стоит только прилечь, весь страх улетучивается И тебе снятся самые волшебные сны на свете» Мечтательно сказал викинг «Вот это да!» – удивился Триша и заерзал в своей кроватке Викинг покачал головой «Кажется, я понимаю, что происходит», – сказал он «Снова Клык рассказал тебе всякие небылицы, и ты испугался, да? Подожди-ка, я знаю, как справиться с этой проблемой Вот тебе пока моя подушечка, а я сейчас вернусь» Викинг вышел во двор С ночного неба ему подмигивали звездочки Идея Тапи была очень проста «Нужно просто достать для Триши волшебную подушечку, чтобы он спокойно засыпал и не думал о разных чудовищах» «Но только как я найду подушечку глубокой ночью?» Викинг почесал в затылке Но тут он придумал выход из этой сложной ситуации «Загляну-ка я к обжорке» В его магазине ведь есть все, что только душа пожелает Может быть, добряк обжорка еще не спит? К сожалению, обжорка уже спал И храпел так, что стены его домика тряслись «Откуда бы взять подушечку? Может быть, кто-нибудь одолжит мне ее на время?» И Тапи отправился на поиски Гномов не оказалось дома Наверное, они отправились на ночную рыбалку Было слишком темно для того, чтобы залезть в дупло белки Или искать на берегу хатку бобра А библиотека барсука находилась слишком далеко Тапи совсем расстроился «Я так хочу помочь другу, но совершенно не знаю как» Пожаловался он звездочкам Которые сияли в ночном небе «Зачем же ты бегаешь по всему шепчущему лесу Вместо того, чтобы поговорить с нами?» Захихикали они «Мы ведь моргаем тебе с той самой минуты, как ты выбежал из избушки Мы хотим тебе помочь» «В самом деле?» – обрадовался викинг Одна из звезд, самая яркая, зависшая на верхушке дуба батюшки Подала Тапи мягкую подушку Такую мягкую подушку Какую? Мягкую подушку Мягкую подушку Она была голубая, словно кусочек неба С белыми точечками, напоминающими снежинки А на ощупь подушечка оказалась такой мягкой, как тучка Как тучка «Передавай привет своему маленькому другу!» – прошептали звездочки «Приятных снов!» «Спасибо!» – воскликнул довольный Тапи И тихонько, чтобы никого не разбудить, отправился обратно в избушку «Триша!» – закричал он с порога «Хватит там грустить! У меня есть для тебя сюрприз!» «И что же это такое?» – спросил недоверчивый олененок «Вот, это тебе!» – викинг протянул треша подушку «Это необычная подушка!» – приляг на нее «И тебе всю ночь будут сниться только волшебные сны!» «Все страхи уйдут!» «А она действительно волшебная!» – олененок осторожно потрогал подушку «Та оказалась еще мягче, чем он думал» «А ты как думаешь?» – Тапи хитро улыбнулся «Главное – очень сильно верить во что-нибудь!» «Тогда мечты исполнятся!» «Как только тебе будет грустно или ты испугаешься Стоит положить на подушку голову и сразу почувствуешь себя лучше» «Знаешь,» – Триша уже не терпелась воспользоваться советом викинга «Наверное, я уже меньше боюсь духов схлюпающих болот» «Это великолепно!» – обрадовался Тапи «Тогда спокойной ночи и волшебных снов!» Вскоре оба друга громко засопели, обнимая свои волшебные подушки А веселые звездочки все мигали и шептались друг с другом Пока утром их не прогнало с небосклона яркое солнце Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok